здравствуйте друзья я роман головин и сегодня хотел бы с вами поговорить на такие темы мало развитые люди эта лекция на своем роде уникально постарался посидеть собрать все мысли воедино составить схему о чем я хотел с вами поговорить потому что вроде бы все вы знаете вроде я все знаю но когда начинаешь размышлять в голову очень интересные мысли приходят и наблюдения не все люди наблюдательны вот кто-то себя узнает кто случайно попал на этот канал кто-то в своем окружении этих людей увидит и более глубоко будет разбираться и так малоразвитые люди это во первых души первого второго измерения которые находятся на земле люди которые обладают определенной внешностью и мышлением люди готовы отстаивать свое убеждение да с кулаками с угрозами жесткой критикой с непримиримостью эти люди очень принципиальны в большинстве случаев у них узко направленное мышление даже не плоское мышление а вообще узко направленное линейное плоское мышление и разговаривать с этими людьми на тему духовного развития практически нереально то есть эти люди они будут держаться в том коридоре мышления которые им дали родители то есть ты с человеком разговариваешь а докажите а покажите а взлетите а начните левитировать а начните ходите по воде а умрите потом воскресните то есть только такие доказательства доступны этим людям чем менее развит человек тем требует более физически доказать а покажите а пощупать понюхать там да и десять раз еще докажите один раз это может быть было даже случайность то есть это обман зрения я не верю когда то есть такие люди так рассуждают а с такими людьми лучше в полемику не вступать по поводу духовного развития развития да эти люди они стараются вот школа родители телевизор государства ну что то может в институте еще дадут вот сам развитием они как правило не занимаются да то есть мыслить широко они не умеют у них это ограничение полное в духовное развитие они верят в йогу медитации все это они отрицают тем более показываешь вот хороший человек хорошо выглядит там лекции читает умные вещи это все чушь это сект это бред все у людей только так все больше они ничего не воспринимают религия государства система вот то что вложили в родители в шаг лево шаг по все эти люди не могут ничего то есть стандартно мыслят как правило такие люди способны реально только принести пользу нам когда они работают силовых структурах в армии на каких-то рудниках в шахтах на каких-то таких работах которые требуют большой физический труд много думать не надо спорт и так далее то есть спорте тоже есть моменты когда думать много надо но эти люди они могут там быть там качалка там атлетической гимнастики тяжелая атлетика и так далее не говорю что умственно развиты люди этим не занимаются но вот эти люди могут только это выполнять то есть доверить им там роль какого-то учителя чтобы в институтах учил там в других местах правил государством руководил на руководящих им нельзя доверять потому что сразу коррупция неуважение обман ложь везде даже если они не темные потому что они животное царство вышли недавно и вот эти люди они естественно в большей своей массе естественно тормозят развитие других и естественно они должны находиться естественно определенных местах но мы же все равны как бы до считаемся но почему-то рождаются все разные мы все равно и равны везде мы не должны изначально быть равны то есть мы все разные и по финансам и по развитию по характеру по эмоциям с такими людьми лучше семьи не связывать кто уже связал 7 с такими людьми лучше развестись когда если не получается развестись накопить денег найти работу а потом развестись ну как правило это женщин касается так эти люди готовы практически на все своих убеждениях в доказательствах естественно лучше таким людям у этих людей как правило особых программ нет то есть у этого человека просто надо прожить жизнь на работой карму отработать ее то есть там ничего интересного нет никакого развития никакого питания даже вегетарианство там угол практически не будет прописано очень редко то есть это обычные люди но бывают исключения даже люди которые живут первой жизни уже начинают интересоваться развитием таких людей единицы когда вы в обществе находитесь с такими людьми старайтесь либо до их уровня развития опускаться в разговоре не поднимать духовные темы не пытаться что-то навязать доказать как бы да если вы просто случайно попали в эти общества либо вы работаете с такими старайтесь беседы на нейтральные тема там да не рассказывать не показывает лишний раз если он скажет что-то так питаешься скажите там у меня желудок больной там или там отчетом это делаешь но вот мне там психиатр прописал мне надо медитации заниматься то есть всегда надо так таким людям немножко с хитростью подходить чтобы потом не было никаких проблем такие люди не любят интересоваться альтернативной истории там саморазвиваться менять образ жизни питания то есть они любят какую-то спокойствие стандартном какой-то до развлечения там они очень эмоционально как правило любят там себе концерт развлечения вот уход и действительность расслабиться выпить куда-то съездить там на курорт там и так далее то есть у людей мышление однотипное прогнозируемое легко понятно и так далее то есть если смотреть скажем на лицо этих людей или этого человека который перед вами находится с которого допустим будете контактировать лица как правило такие знаете пресные пустые там глаза пустые как вода то есть ну если там простым русским языком сказать глупое лицо просто то есть многие люди может быть особо сильно никогда не думали об этом но вот так и есть как бы да то есть кто-то не обращал внимание когда смотришь на развитого человека или пытающего развиваться как правило у этих людей умное лицо как бы да глаза горят глаза стремятся к чему-то то есть чувствуется что человек развиваешься развитый может быть так далее то есть я когда жил на кипре как бы да и там вот очень много глупых людей видел прямо вот клянусь вот идет человек и на лице просто написано пустой просто пустой ну вот я так говорю потому что так оно и есть как по-другому просто выразиться не могу никак то есть это такое чувство как бы это один раз когда вы видите таких людей крайняя степень до воды пустоты как бы да то человек ни о чем то есть человеку надо еда одежда я не говорю что это там супер плохо там еще что-то там просто мы контактируем с этими людьми как понять их как от них дистанцироваться как с ними общаться там не создавать с ними семьи не рожать от них детей и так далее то есть те кто стал на путь развитие не то что это кастом и какая-то кастом и там супер-пупер просто очень дискомфортно жить с такими людьми ты не можешь полноценно им доверять ты не можешь не разговаривать очень много клиентов сами такие истории пишут в интернете как бы до отзывы комментарии мне в личку пишет когда допустим вот мы общаемся да то эти люди запрещают телевизор с моих канал романа смотреть подобные каналы смотреть читать какие-то духовные книги потому что для них это секта все другого там просто быть не может и естественно люди которые раньше не знали делали помолодцы какие-то ошибки до здоровый пацан красивый там физически развитый вот я с ним буду общаться или наоборот там вроде красивая девушка ни в коем образе эти люди не будут уродами какими-то еще что-то там эти люди они могут достаточно красиво выглядеть быть очень слаженными до лица красивые все в пропорциональное но если очень внимательно в это лицо присматриваться общаться с этим человеком и наблюдать за и вы увидите вот идет глупые лица как бы и так далее то есть прямо лицу прямо отражает то что внутри у человека если внимательно следить за ним такое пресноватое глуповатое там до лицо может быть нет искры как бы до глазах когда вы начнете за такими людьми наблюдать длительное время дата вы будете понимать о чем я говорю естественно мы все развиваемся вот сущности до которые находятся выше нас в развитии они также к нам относят также как мы к муравьям относимся как не можно вноситься ну как к ученикам то есть как мы вроде не взаимодействуем с друг другом а здесь получается мы например в разных классах все находимся кто-то в первом классе кто-то в пятом кто-то в десятом и мы все с друг с другом на одной планете взаимодействуем хотя мы бы не хотели бы с этими людьми взаимодействовать это некое развитие наши тоже чтобы мы могли опускаться до этого уровня разговаривать и так далее вот допустим не очень часто и последнее время много приходится разговаривать со строительными дамы я понимаю что эти люди не просто далеки от духовного развития эти люди даже свою специальность изучать не хотя тут пришел прораб сказать пять лопат сюда бросил вот здесь бетон отлил здесь ступеньку сделал понял понял все пошел дело от чего он делает для чего эта ступенька сколько этих ступенек за фриму не интересно главное получить за это деньги что пришел прораб все проверил и все нормально все то есть у этих людей такое мышление это очень узко направленные люди которые готовы разговаривать про футбол про политику там что вам все плохие эти люди очень сильно кстати любят критиковать они критикуют постоянно кого-то да вот они могут обливать грязью там еще что-то быть все время там недовольны хотя сами себя ничего не представляет до диванная армия комментаторов это общий такой термин сложившийся в интернете они всегда в себе могут быть очень уверенными да там они считают что все так как они думают так на самом деле происходит что в жизни все однозначно в этих людей все должно понятно мы да и вот каждый что мир именно такой и вот по-другому быть не может то есть доверие полное примерно можно еще конечно дополнить до каждый из вас может дополнить при общении с такими людьми до многие живут среди этих людей каждый день вот все вот эти вещи о которых я с ним сказал когда вы можете их просто дополнить это знаете как вот когда люди были там мясоедами потом вдруг стали скажем сыроедами резко да и вот они ненавидят весь мир кажется но сегодня моя тема ненавидеть кого-то да смыть им должны благосклонно относиться хорошо но вы должны понимать где мы с ними должны пересекаться с этими людьми как с ними взаимодействовать вот то есть в семьях нет вот на улице там там просто на их уровне там на работе на спускаться на их уровне там если друзья какие-то есть и других нету либо с ними не общаться либо спускаться на их уровне развития эти темы не понимать не пытаться кому-то что-то доказать еще раз всегда повторяю ребята я говорю не надо заниматься тем для чего вы не созданы о духовном развитии должны рассказывать специальные люди на подобные нам с анастасии свои каналы какие-то там лекции не нужно на эти темы снимать вам потому что вы пересказываете нашу информацию а то есть как искажается очень сильно как бы да люди попадают на ваши каналы немножко неправильно понимают вот а чтобы вместо этого попасть на один канал где уже более-менее сразу все развернуто дается когда для этого мы существуем вот пишите свои комментарии давайте новые идеи для видео подписывайтесь на наш канал если у кого-то есть этот опыт расширьте то что я сказал что другим людям было понятно и интересно удачи всего самого хорошего настроения свидания